Подтягиваясь через подоконник, я оставляю заложников Бимана и Франциску тримать перед СНН, вхожу из кабинета и на лифте поднимаюсь на крышу. Тремя минутами позже, 47 по статусу, все практически готово. Я спускаюсь в вестибюр по лестнице. Пустой коридор, пустая лестница, пустой шаг. Гравь громко пульсирует в ушах, гораздо громче, чем звук моих шагов. На площадке третьего этажа я останавливаюсь и попряду на улицу. Какой будет прилично для этого времени свобода. Я думал наперед, а потом забыл о настоящем. Настоящего нет, никогда не было. Есть и будет только будущее. Жизнь и смерть. Жизнь или смерть. Это было же вам еще серьезно. Гораздо серьезнее, чем звук шагов. Шаги это такая ерунда по сравнению с вечным заболеванием. Я успел сбежать на пол пролета и как раз сворачивал, когда услышал шаги. И понял, насколько они неправильные. Неправильные, потому что это были бегущие шаги. А в этом здании бегать никто не должен. По крайней мере, не сейчас. Да в запасе еще 46 минут. Обогнув кугол, Бенджамин остановился. Что случилось с Бенджем? Попросили нас поклоняем. В мгновение он изучал меня взглядом, тяжело дыша. Это был мать. Я нахлыбался. На крыше. Я на крыше. Латифа обрезал он. Мы куравили друг друга взглядом. Он дышал через рот от напряжения и ярости. Послушай, Бенджем. Я просто сказал ей, чтобы спускалась в вестибюль. Скоро привезут завтра. Но до кончики я не успел. В каком-то злобном порыве Бенджамин одним движением вздернул свой Штеер к плечу и вжался щекой в ложек. Пальцы, сжимавшие автомат, отрагивали от напряжения.